Максимов «Самая большая беда» фильма «Лев Яшин. Вратарь моей мечты сценарий. Хорошо ли, что сняли фильм о великом советском вратаре Льве Яшине? Тут спорить ни о чем, конечно, хорошо. Тем более, исполнитель главной роли Александр Фокин, безусловно, находка авторов картины. Он очень милый, харизматичный, вызывает симпатию. И снят фильм режиссером Василием Чигинским вполне себе красиво. И актеры все без исключения играют хорошо в рамках предложенных им обстоятельств. В конце концов самое главное, пожилые люди вспомнят о добром футбольном времени, а молодые узнают, что был такой великий вратарь Лев Яшин. Минус. 90 лет назад появился на свет великий Яшин на мой взгляд. Самая большая беда фильма «Лев Яшин. Вратарь моей мечты сценарий». Сценаристов 3. Олег Копанец, Владимир Волуцкий, Александр Полозов. Вообще писать, как модно нынче говорить, боёпик, а по-русски биографическое кино – дело трудное. С одной стороны, надо соответствовать правде. Но, с другой, надо, чтобы это было кино с поворотами сюжета, с характерами и так далее. Проблема в том, что жизненная правда и художественная правда – это, как говорят в одном южно-портовом городе, две большие разницы. Как они соединяются, мы увидели в выдающемся, на мой взгляд, фильме «Легенда» N17. Никуда не денешься. Но ещё долго мы будем сравнивать любой биографический фильм о спорте с этой картиной. В чём тайна легенды? Тайна она потому и тайна, что сходу не разгадаешь. Но что безусловно, там было два мощных характера, блистательно сыгранных Данилом Козловским и Олегом Меньшиковым, были показаны далеко выходящие за рамки спортивной картины взаимоотношения учителя и ученика. И ещё герой легенды постоянно вставал перед выбором, и мы переживали за то, чтобы он сделал тот выбор, который нам, зрителям, кажется правильным. Самая большая беда фильма боёпика Лев Яшин Вратарь у моей мечты сценарий С одной стороны, надо соответствовать правде. С другой, надо, чтобы это было кино. В Льве Яшине переживать за выбор героя не приходится, ибо его либо вовсе нет, либо он очевиден. Сначала Лев Яшин вратарь неумелый, потом он много работает и становится великим. Минус. Что стало с родиной Льва Яшина? Яшин пошёл в хоккей, поиграл с великим хоккейным тренером Аркадием Чернышевым, в этой роли талантливо мелькнул Евгений Дятлав, потом великий футбольный тренер Михаил Якушин забрал вратаря обратно в футбол. Что при этом происходило с самим Яшином, в фильме не показывается. Алексей Гуськов очень хороший актёр, замечательный. И он здорово играет тренера Михаила Якушина. Где-то примерно полфильма он это делает, а потом исчезает, как говорится, по-английски, не попрощившись. Наметившиеся своеобразные отношения тренера и вратаря остались без продолжения. Есть, разумеется, в картине и лирическая линия. Талантливая Юлия Хлынина честно пытается сделать живой свою героиню. Любовь показана незамысловато, лирическая музыка Форти и сцепленные руки влюблённых. А ещё она бежит, а он её догоняет на поле пшеницы, потом падает в стоксена, и камера лирически стыдливо поднимается к солнцу. Я довольно давно живу, и значительную часть жизни прожил при советской власти, и очень хорошо помню, что то время принципиально отличалось от нашего, и люди отличались. Я не могу поверить, что советские спортсмены с танцами и песнями, кричая и танцуя, шагают по Парижу, и при этом их не сопровождает никто из органов. С одной стороны, здорово, что нынешние молодые люди не знают, сколь зажато и несвободно чувствовали себя за границей советские люди, будь они хоть трижды знаменитыми спортсменами. Но, с другой, как говорил Станиславский, не верю. Минус. Лучший вратарь мира запомнился разным гениальным и непредсказуемым. Я футбольный болельщик со стажем и многое в фильме понимаю без объяснений. Но фильм сделан для широкой публики. Почему лишь вскользь говорится о том, что Яшин единственный вратарь в мире, получивший золотой мяч? Нынешним молодым людям, мне кажется, надо было как-то более внятно объяснить, что такое прощальный матч Яшина, когда к нам приехали великие игроки. Герт Мюллер, Бобби Чирльтон – это были легенды, и они прилетели в Москву только из уважения к Яшину. Почему-то Яшин показан в картине как абсолютно одинокий человек. Взаимоотношения у него есть только с Алексеем Хомичем, блестящая работа Алексея Кравченко. Он ни с кем не разговаривает, ни конфликтует, ни спорит. Я не знаю, может, так оно и было. Но на эфире программы «Наблюдатель», которая была посвящена юбилею великого вратаря, Никита Симонин говорил о той огромной роли, которую играл Яшин в команде. Он был стержнем коллектива, улаживал конфликты, помогал молодым. Этой темы Яшин и команды нет в фильме вообще. Почему-то Яшин показан в картине как абсолютно одинокий человек. Хотя Никита Симонин говорил, что он был стержнем команды. Насколько мне известно, фильм снимался много лет. Однако, увы, из-за сценария он оставляет ощущение какой-то поспешности. Желание вставить как можно больше эпизодов из жизни великого вратаря, толком не объясняя их. И все-таки повторю хорошо, что фильм о Яшине вышел. Любое воспоминание о таком игроке благо. Как говорил поэт, авантюра не удалась за попытку спасибо. Культура кино и ТВ нашей кино колонка Андрея Максимова.